добрый вечер мы возобновляем наш курс после полутора месячного перерыва вообще как было и заявлено мы будем заниматься в ближайшее время вестими книгами но сейчас такой период между двумя постами что кончился гидалии перед нами брешь пост ем кипур и было бы вполне приемлемо даже можно сказать важно посмотреть книгу в танахи которая с одной стороны является некоторым таким очень важным произведением касающихся касающимся темы постов и темы раскаяния и поэтому не читают качестве отрывка из пророков во вторых в полуденную молитву ем кипура и как бы она в каком-то смысле может служить своего рода такой лакмусовой бумажкой в отношении тем который мы с вами обсуждать вот что такое эта книга эта история это это не метра что-то другое будет любопытно посмотреть на эту книгу в таком разрезе речь идет естественно книги июна трактата нет в мишне когда занимается вопросом о том как организуются общественные посты то одна из один из элементов церемонии заключается как раз том что произносятся стихи из книги июны которые как раз повествуют о раскаянии жителей ниневи и при этом говорится что вот посмотрите жители ниневи раскаялись не от того что они постились рвали на себя одежду надевали вретища а из-за того что они раскаялись и перестали совершать злые дела а это из как раз соотносится с книгой юны теперь мы с вами да и сразу же такого промо я не знаю мы решим в конце занятия если мы хотим провести занятия в муэд суккот то тогда мы поговорим о книге куэлит тоже как бы уместно поговорить период от никого лет который как раз читают в субботу праздника суккот значит то итак обратимся к нигею на опять же я оставлю время на то чтобы вы смогли задать интересующие вас вопросы я сейчас открою приготовленную мною презентацию небольшую фунду я надеюсь вы увидите да вот иллюстрация юстава дуре из иллюстрированной библии и она пророк юна перед жителями не обращается к ним с речью ну мы начнем не с книги юны начнем с другого отрывка мы начнем с отрывка из книги царей которым собственно говоря и появляется этот персонаж это фигура юна сына метая единственный раз во всем танахи помимо одноименной книги это говорится следующее пятнадцатый год царствования амации я сразу же прошу извинения из разных текстов как бы она на этот раз русские тексты приготовил и из разных переводов поэтому может быть разная транслитерация имен пятнадцатый год царствования мать и мать я у это царь иудеи сына и ваша царя иудейского стал царем шамроне и равам сын ваша царя израильского израильского речь идет о первой половине восьмого века до новой эры и царство 41 год и довольно много дело он то что было злом в очах господних не отступал на все грехов и равана сына невата которыми подвел крыльях израиль это стандартная формула которая как правило используется по отношению в книге царей по отношению ко всем царям израиль тут надо отметить что и равам и равам сын юаша и и равам сын невата это два царя которые называются одним и тем же именем других таких царей нет ни в израиле ни в иудеи можно предположить что и равам сын юаша был назван в честь основателя израильского царства и равам сын невата это основатель израильского царства и равам сын юаша это царь с которым видеть остались немалые надежды и не зря вот выделенная выделенный мною стих он восстановил пределы израиля от входа в хамат на ямарова по слову господа бога израилева который он изрек через раба своего юнус они так пророка из гад ахэфера вот в этом стихе появляется и у нас имита мы не знаем точно с абсолютной точностью где находится но предполагается что где-то в галилеи значит то зато мы знаем довольно хорошо что происходило во времена и равама сына юаша который действительно впервые после падения династии умридов то есть династии умри ахава привел царство израиль к рассвету причем к света небывалым для такого не было и в общем-то он как тут сказано расширил пределы восстановил пределы израиля от входа хамат то есть на территории арама современной сирии до соленого моря и омарова судя по всему иудея в этот момент является практически вассальным государством по отношению к израиль отец и равама юаш победил амацию который вот здесь вот упомянут в районе бейшемеша разгромил его на голову и пробил стены в иерусалиме есть основания полагать что времена его сына на эти сорок с лишним лет правления равама сына юаша из царства как бы в каком смысле стала едва ли не объединенным формально иудея как царство существовало но фактически она целиком полностью зависела от израиля и тексты найденные в частности в таком месте на синае континута джут некоторые из них датируются как раз восьмым веком до новой эры то есть временем управления и ровама сына юаша там упоминается бог израиля бог израиля связи и как бы его связь самареи шум родом значит какую роль во всем этом деле играл юна сын амитая мы не можем знать а он упомянут только здесь в этом стихе больше нигде а вот это северный израильский крок который пророчествовал расширение пределов царства израиль с точки зрения редактора книги царей это очень удобная ситуация он очень не любит описывать победы израильских царей потому что израильские цари в его представлении цари грешны само израильское царство в общем очень проблематичная государственная единица и и он как бы всегда пытается дать какую-то теологическую как теологическое объяснение в таких случаях ну вот как здесь так как господь видел бедствие израиля весьма горько так что не было ни заключенного невольного и не было помощника у израиля что это за бедствие это зависимость от арама которая пришла в сущности к концу во времена уже ама во времена юаша и во времена и равана во всяком случае никакой зависимости от арама не было так как господь видел бедствия израиля то не говорил господь о том чтобы стереть ими израиля из поднебесной и спас он их рукой и равана сына и аша а прочие деяния равана и все что он совершил и подвиги его и так как он воевал как возвратил израилю дамасских мат принадлежавший где описано в книге летопись царей израильский и тогда он был последний великий царь израиля после этого после его смерти сын его был быстро убит и в течение нескольких десятилетий в израильском царстве был калейдоскоп государственных переворотов а в результате все привело довольно быстро к исчезновению израильского царства в районе семьсот двадцатого года до новой эры то есть в последнюю треть восьмого века до новая вот то что нам известно из книги царей про ионусы нами то теперь мы как бы перейдем к книге которую мы будем читать в йом кипур я не буду читать здесь ее от начала и до конца многие ее вполне хорошо знают мы обсудим какие-то важные вещи ну прежде всего то что автор однозначно намекает на то что речь идет именно вот об этом самом человеке о котором мы прочли книги царей если бы было бы сказано и было слово господня к юне такое то мы могли бы засомневаться и сказать мало ли в конце концов хотя и нет другого юны в танахе кроме этих двух но в конце концов может же быть тезки есть же например несколько овадий и еще кого-то но поскольку он говорит юна сына метая очевидно что он хочет нам сказать что это тот самый человек теперь нам рассказывается некая история одним из характернейших признаков которые является поразительное поразительный а историзм ничего исторического в этой истории нет хотя упоминаются некоторые исторические названия упоминается не на столица последняя столица ассирии до ее падения в седьмом веке до новой эры упоминается такой город порт морской как яфа упоминается торшиш но уже старшишем как бы не очень ясно потому что во первых мы не знаем точно где торшиш находится он упоминается несколько раз книги царей этот торшиш некоторые отождествляют старсом в килике тот самый тарс из которого происходил будущий павел то есть на территории современной турции некоторые отождествляют это с местом похоже имеющим похожее название на территории испании а некоторые говорят о том что это вообще где-то в африке во всяком случае в самом танахе это место где можно раздобыться золотом и серебром драгоценными камнями которые до которого можно доплыть только на корабле какое далекое место упоминается в связи с царем шума упоминается в связи еще с некоторыми там скажем с ремио шафатом в иудее так что такое ощущение что здесь это скорее такое вот название выбранное для того чтобы сказать что пророк пытался куда-то далеко далеко убежать упоминается вот этот самый самая Ниневия и царь Ниневия но при этом как бы видно из третьей главы что то ли автор ничего не знает о реальной Ниневии и о реальной Ассирии то ли этого его просто не интересует а он описывает какое-то абстрактное воображаемое царство в котором творится беззаконие ну как бы ни о каких завоеваниях Ассирии о том что Ассирия это империя Ниневия это центр этой империи об этом вообще речь не идет ни словом это никак не не упоминается никаких намеков на это нет то есть в данном случае Ниневия это просто некий символ зла теперь у автора книги Йоны было две причины почему выбрать для этой цели именно Ниневию во первых потому что именно в конце периода царствования Йоравама сына Йоаша Ассирия начинает восходить на исторической сцене новое ассирийское царство завоевание Теглат Пелесара третьего это происходит как раз меньше чем через десятилетия после смерти Йоравама сына Иваша о котором мы говорили так что Ассирия вполне удобна здесь она как бы подходит по времени кроме того видимо осталась некая историческая память о жестокости ассирийцев как захватчиков которые жестокость это описано как анахии так и во внешних источниках и в самих ассирийских источниках цари Ассирии нисколько не стыдились этой своей жестокости наоборот прославляли ее так что возможно сам выбор был вполне с точки зрения автора обоснован но в принципе я хочу просто обратить ваше внимание на то что книга абсолютно исторична во первых а во вторых во вторых книга включает в себя ну множество совершенно фантастических не множество но некоторое количество фантастических деталей наиболее знаменитая из них это то как пророк Юна падает в воду в море и бог насылает большую рыбу которая на известном этапе традиции превращается в кита но в еврейской традиции это все таки большая рыба которая проглатывает и в течение трех дней он проводит в животе в ее чреве пока бог не дает команду ее этой рыбе его извергнуть и она таким образом оказывается в результате на суше и хотя в конце 19 в начале 20 века делались всякие опыты и рассказывались различного рода псевдо истории о том как люди оказывались в очреве тех или иных видов китов и действительно там каким-то странным образом оказывались живы там пусть не трое суток а сутки но в общем как бы на сегодняшний день понятно с биологической точки зрения что это невозможно и очевидно что это некоторая такая фольклорная фантастическая деталь книги Юны теперь в центре этой книги точнее даже сказать не в центре а как бы загадка которая лежит в основе книги это странное поведение пророка получившего задание от Бога мы знаем о том что пророки в Танахе нередко не хотят принимать на себя свою пророческую миссию им это тяжело они чего-то боятся они на что-то ссылаются ссылаются это так ведет себя например Муше в книге исхода как ведет себя например Ирмияу такие вещи бывают но здесь рассказывается нечто иное рассказывается о попытке пророка сбежать от Бога это сказано напрямую в третьем стихе и встал Йона чтобы убежать в Таршиш от Господа и сошел в Яфу и нашел корабль идущий в Таршиш и отдал хвату его и спустился в него чтобы уйти с ними в Таршиш от Господа и естественно первый вопрос который возникает у любого читателя этой книги а автор намеренно никак не аргументирует этот его побег вопрос который возникает почему же он это сделал Бог требует от него идти в Ниневию и пророчествовать о Ниневии ибо злодейство их дошло до меня боится ли он идти в Ниневию по какой-то другой причине он бежит но это очень странно потому что как бы этот его побег он как будто бы отражает своего рода такое языческое представление о Боге что да мы знаем что многих народов было принято представление о том что территория на которой находится божество на этой территории оно и властвует за пределами этой территории властвуют другие Боги поэтому надо уважать других Богов когда ты приходишь на территорию другого государства Танах неоднократно пытается эту это представление не спровергнуть и в частности делает это в такой хрестоматийной форме в рассказе об исходе из Египта где подчеркивается что Бог Израиля он вошел в Египет совершил казнь над египтянами над их богами и вывел народ Израиля из Египта значит он властвует отнюдь не только на какой-то замкнутой территории а всюду и более того сам Йона в дальнейшем это признает значит какая-то тут есть странная двойственность Йона говорит в девятом стихе когда он наказывается на корабле и буря бушует вокруг я еврей еврея нохи и страшусь Господа Бога Небес сотворившего море и сушу то есть как бы он исходит из того что вот по крайней мере то море по которому они плывут оно тоже в пределах власти Бога суша здесь не говорится какая-то определенная страна а любая суша значит он понимает что Бог является Богом всего мира и это создает какой-то такой иронический контраст между его поведением и его словами что это хочет нам автор сказать что эти слова это просто такой катехизис веры и более ничего в то время как инородцы моряки на чьем корабле юна плывет и который сначала каждый молится своему божеству в то время как сам юна опускается все ниже и ниже тут есть как бы такой символ постепенного спуска вплоть почти до преисподней он спускается в Яфо спустился в Яфо на корабль затем спускается в трюм там он засыпает а сон это часто метафора смерти и вот его будет капитан он просит его тоже чтобы тот воззвал своему богу и далее когда они выясняют со слов юны что бог юны это бог сотворивший все и что буря это из-за него они на них нападает великий страх и при этом ведут они себя по отношению к юне крайне благородно они не хотят от него каким-то образом избавиться он сам говорит им поднимите меня и бросьте меня в море и утихнет море для вас они тем не менее пытаются грести к берегу и лишь когда становится понятно что невозможно ничего сделать они тогда вызывают к Богу и просят прощения у него то есть происходит ну как бы своего рода такая нельзя назвать шувой в буквальном смысле слова потому что это не то что они раскаются в каких-то грехах но они в общем как и некоторые другие народцы в Танахе понимают что вот этот Бог это истинный Бог и как последняя первая глава заканчивается соответственно стихом устрашились Господа люди эти страхом великим и принесли жертву Господу и дали обеты у нас нет возможности и времени как бы анализировать детали постепенно как бы усиление напряжения различного рода выражения которые об этом сигнализируют это отдельная тема мы сейчас об этом не говорит но мы как бы поставили этот вопрос вопрос почему же она бежит вторая глава как я уже и говорил она содержит в себе вот это событие нахождение ее три дня и три ночи почти веро событие которое впоследствии становится очень значимым и знаковым для ранних христианской да собственно не только ранних христианской а вообще христианской литературы потому что как бы вот это пребывание ее ны три дня и три ночи в очеве этой рыбы сравнивается опять же с пребыванием Иисуса на кресте мы знаем о том что рыба это исходный символ христианства и видимо связан в греческой трансфилитиации с именем Иисус тоже вот для нас я просто отмечу здесь в скобках как строится текст это не единственное место здесь появляется псалом а вот в этой главе появляется псалом ее на произносит псалом и этот псалом тут же русский перевод поэтому может быть не каждый узнает всякий кто читает этот текст на иврите сразу же узнает стиль язык книги псалмов возвал я в беде моей господи он ответил мне еще преисподний возопил я услышал ты голос мой очевидно что этот псалом не является произведением автора книги он его вставил он его вставил не очень считаясь тем что этот псалом вообще-то говоря это так называемый благодарственный псалом которым псалмопевец рассказывает о той беде в которой он находился и потом как бог его вообще говоря спас он в конце говорит а я глазом благодарения принесу жертву тебе что обещал исполню спасение у господа вот здесь это как бы юна произносит еще до своего спасения и разные комментаторы еще в средневековье пытались как-то объяснить но само по себе это явление вставить псалом в уста того или иного персонажа оно нам хорошо известно такой псалом вставляется в уста ханы матери Шмуэля в книге Шмуэля такой псалом вставляется в книге Ишаяу в уста пророка царя Хискияу во время его болезни и собственно говоря потом такие вещи вот как бы вставки молитвенных псалмических текстов широко практиковались потом в литературе второго храма скажем в Септуагенте мы находим добавки молитв Эстеры Мурдыхая благодарственная молитва псалом троих юношей которые были брошены в огненную печь в книге Даниэля то о чем мы говорили и так далее так что само по себе это не столь удивительно во всяком случае книга сама она четко и ясно делится на две части первые две главы и вторые первые две главы это постепенный спуск юный спускается ниже и ниже пытаясь сбежать от бога уйти в каком-то смысле в смерть в преисподнюю он не хочет жить это мотив очень важный для книги юный мы сейчас увидим дальше он спускается в яфу он спускается на корабль в корабле в трюм его бросают в море в море он попадает в чрево рыбы и чрево рыбы согласно мысли автора который вставляет здесь этот псалом это вот преисподний и дальше поскольку он как бы вроде раскаивается господь говорит рыбе и она извергает иону на сушу насколько это действительно искренняя готовность служить богу это станет ясно из четвертой главы то ли действительно искренняя молитва и обращение к богу то ли это опять же вот как это такой вот катехизис веры в тяжелую минуту произнести некий псалом а бог спасает его не столько из-за этого сколько для того чтобы преподать ему некий урок и заставить выполнить то что он хочет чтобы ее навык а что он хочет а это выясняется из третьей главы из третьей главы выясняется что юна должен не просто провозгласить неневи что она достигла до самых низов греха тоже спустилась почти до преисподней а что через 40 дней она будет перевернута или опрокинется ненве не пахнет а это термин который немедленно связывает историю неневи с историей содома и гамор и книги берешит поскольку этот же глагол используется в истории казни наведенной богом на содом гамор бог опрокидывает города и здесь то же самое значит неневи это второй содом дальше рассказывается о том с чего я начал сегодняшний наш разговор о раскаяни ненавитян и причем это раскаяние царя и далее от мала до велика и даже скот не не ест ничего и не пьет воду такая тоже немножко фантастическая полуфантастическая деталь и даже скот должен воззвать к богу чтобы отвратился каждый от злого пути своего от насилия рук своих кто знает говорится здесь может быть еще смилуется бог и отвратит ярость гнева своего и мы не погибнем и это и происходит казалось бы здесь ставится точка пророчество выполнено и юна может отправляться домой но поскольку загадка побега юны не разъяснилась мы должны прочитать четвертую главу четвертую главу но перед тем как мы ее прочтем я хотел бы сказать что в свое время в Мидрашах и в средневековых комментариях начиная с Раши и кончая Ицхаком Абраванелем высказывались разные гипотезы по поводу того почему ее набежит две центральных гипотезы состоят в следующем есть разные вариации этих гипотез но две центральные состоят в следующем одна состоит в том что Йона патриот Йона сын Митая патриот и он не хочет чтобы Ассирия была пощажена Богом почему он не хочет не просто потому что он в принципе такой вот ксенофом и хочет чтобы все народы вокруг кроме Израиля погибли нет но согласно наиболее распространенной версии этого комментария он будучи пророком понимает прекрасно к чему это все приведет это приведет к тому что Ассирия будучи пощажена в свое время послужит инструментом для поражения народа Израиля а как сказано в книге пророка Ишаяу Гояшур Шеветапи О Ассирия Жезл гнева моего посок гнева моего Ассирия инструмент гнева Господня который он обращает на Израиль и на Иуде это одна из наиболее один из наиболее распространенных комментариев проблема этого комментария в том что мы прочитали три главы и ничего чтобы каким-то образом легло этого комментария в книге вот в трех просмотренных нами главах мы не находим теперь второй комментарий не менее распространенный он в Талмуде уже появляется в других местах Йона не столько волнуется за Израиль сколько за свою пророческую репутацию потому что он в свое время говорят комментаторы этим путем напророчествовал благо Израилю и так оно произошло все знали что он пророк истинный а тут он отправляется пророчествовать Ниневи и его пророчество в результате не сбывается он пророчествовал что через 40 дней Ниневия будет перевернут а бог нинавитян пощадил и это значит что пророк Йона оказывается лжепророком ибо в книге Деварим написано 18 глава объясняется как определить истинный пророк или ложный говорится если ты спросишь как я буду знать и как мы можем знать действительно ли пророк говорит от имени бога то очень простой критерий если это исполняется то тогда это пророк истины если это не исполняется то это пророк ложный и вот этого боится Йона по отношению кому он боится не очень понятно по отношению к Израилу по отношению к нинавитянам к сирийцам с которым не очень понятно кстати на каком языке он разговаривает здесь но это опять же такая реалистическая деталь как способ контактирования автора нашей книги абсолютно не беспокоен он посылается Василию и проговаривает этот текст они уж как-то должны понять здесь не говорится да вот я просто подчеркну что это не значит что Танах не использует такого рода вещи основываясь на каких-то реале например мы говорили о истории о том как министр министр Санхирива Раб Шаке говорил с осажденными в Иерусалим там подчеркивается что он говорит с ними по-иудейски он знает еврейский язык откуда знает там не говорится но он знает его а что здесь происходит мы не понимаем и это автора не интересует но во всяком случае что касается и второго вот этого комментария страх за свою репутацию за свое реноме тоже как бы ниоткуда из текста книги не следует а это как бы мы вчитываем в книгу а дает ли какой-то ответ на этот вопрос сама книга для этого мы должны посмотреть четвертую главу четвертая глава она конечно некоторый некоторая точка экстремума главная вершина то к чему все идет и раздражен был очень Йона и досадно стало ему и молился он Господу и сказал прошу Господи не это ли говорил я когда еще был на земле моей потому и убежал я заранее в Таршиш ибо знал что ты Бог милосердный и жалостый и благополивый и многомилостивый и сожалеешь о бедстве не хамалара то есть сам объясняет свой побег тем что Бог не исполняет своего слова что Бог не является справедливым судьей что Бог прощает злодеев он не судит по справедливости а по жалости и поэтому говорит Йона ныне Господи прошу тебя возьми душу мою от меня ибо лучше умереть чем жить заметьте Йона в первой части книги так сказать аллегорически пытался тоже уйти в смерть но в последнюю секунду испугался а вот теперь после того что исполнились его худшие худшие опасения теперь он сам точно хочет умереть но и здесь он в последний момент испугается и сказал Господь неужели так сильно раздосадован и вышел Йона из города и сел к подпоку от города и сделал себе там шалаш кущу и сел под ним в тени пока не увидит что будет в город тут есть некоторые проблемы текстологического характера в которые мы входить не будем с одной стороны он строит себе суку с другой стороны почему-то тут же бог создает клещевину кикайон которая тоже дает тень и сука дает тень и кикайон дает тень какая-то странная дублетность но это отдельная история о которой мы сейчас сказать не будем и предуготовил господь бог клещевину и она поднялась над ее ной чтобы была тень над головой его чтобы спасти его от бедствия и обрадовался ее на клещевине этой радостью большой и предуготовил бог червя при появлении зари на другой день и подточил он клещевину и засохла она и было когда взошло солнце предуготовил бог знойный восточный ветер все время предуготовилось как бы ключевое слово вот этот глагол лиман айман а бог все время готов приуготавливает клещевину приуготавливает червя приуготавливает восточный ветер это где бог чему-то учит ее но он не просто она не может сбежать он не может управлять напоминает немножко рассуждения Воланда жизни и смерти человека в начале мастера Маргариты. Пардон. Как может человек с собой распорядиться, если он не знает о том, что произойдет на следующий день. И в тот же самый день. Управлять он ничем не может. Говорит ей, она лучше умереть, чем жить. И сказал Бог ей, неужели так сильно раздосадован ты из-за крещевины? Он сказал, очень досадован, до смерти. Сначала ему плохо на идеологической куче. Что Бог пощадил Нинбе. Из-за этого он хочет умереть. А теперь он хочет умереть просто потому, что ему больно. Ему плохо. Физически плохо. Он не может терпеть жар. И сказал Господь ты сожалеешь от крещевины, на которой не трудился и который не растил. Который в одну ночь выросла и в одну ночь пропала. А я не пожалею Нинбе. Город великий, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота. А книга заканчивается вопросом. Мы вообще ожидали бы, что будет какой-то ответ Юны. Происходит диалог. Юна должен что-то ответить на это. Но вопрос остается в воздухе. Более того, вопрос усложняет ситуацию многократно. Потому что сначала мы могли подумать, что ситуация книги – это ситуация чувы. Город приговорен к гибели. Но жители его раскаялись, и Бог их пожалел, пощадил. И это то, что не приемлет легалист Юна. Он говорит, нет. Нет справедливости. Я знал, что ты жалостливый, долготервеливый, многомилостивый, сожалеешь о бедствии. Но получается, и слава Богу, что Юна все равно до конца не понимает. Что Бог пощадил Юныю даже не столько потому, что они раскаялись. Это, конечно, условия необходимы, но недостаточно. Он пощадил ее, потому что это создание его рук. Он их сотворил. Он их сотворил. Юна жалеет о Клещевинин, который не трудился и который не растил. А Бог-то сотворил Неневию. И он жалеет, потому что, ну, как жалеет родитель своего ребенка, отбившегося от рук. надо очень сильно наказать. Тем не менее, тем не менее, только может быть такой железный человек, как Сталин, может своего сына отправить спокойно на смерть и ничего ему не сделать. А вообще, родитель усвоенно жалеет своего ребенка. И Бог жалеет, и Небе. Все дело в жалости. Появляется в первый раз глагол, которого до сих пор не было. Лохус. Жалость. Пожалеть. Значит, тут можно задать вопрос. Так что, собственно говоря, хочет сказать нам автор книги Юны. А вот он показывает, в общем, что пророк не понимает Бога. А что между ними нет настоящей связи. Связь односторонняя. Юна не понимает и не хочет понимать, как Бог управляет этим. Теперь в этой связи надо сказать, что очевидно, что автор книги Юны воспользовался той концепцией воздаяния, которая появляется в книге пророка Иеремияу в главе 18, в которой говорится следующее. Слово, которое было у Иеремии от Господа «Встань и сойди в дом горшочника и там я взвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшочника и вот он работал свою работу на кружай. И сосуд, который горшочник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшочнику вздумалось сделать. Это некое символическое действие. И было слово Господне ко мне. Не могу ли я поступить с вами в дом Израиля подобно горшочнику сему, говорит Господь. Вот, что глина в руке горшочника, то вы в моей руке дом Израиля. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю их. Но если народ этот, на который я это изрек обратиться от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое я помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать зло перед очами моими и не слушаться голоса моего, я отменю то добро, о котором хотел облагодельствовать его. И так далее. То есть, получается, что Юна не приемлет идею божественного, изменения божественного приговора. Как бы в нескольких местах в Танахе подчеркивается, что Бог не меняет своих решений, потому что он не человек. Человек меняет свои решения, а Бог не меняет. Его решение вечно. В книге Шумаэля говорится такая вещь. Но на самом деле в Танахе неоднократно подчеркивает, что Бог меняет свои решения. И он действительно иногда меняет свои решения на основе изменения поведения тех, кого это решение касается. И это действительно некая концепция воздаяния, которая в центре которой действительно в пророческой литературе да, собственно говоря, и в Торе тоже это есть, появляется вот этот термин ла-шу-в, чува. А, ну, слово чува не используется в этом смысле, но глагол ла-шув используется. Вернуться к Богу. Тот, кто вернется к Богу, может быть прощен. Мы видим, что для автора книги есть нечто большее. Это большее, это любовь Бога к своим созданиям. которых он жалеет. Они там, они на самом деле не умеют отличить правой руки от левой. Они в общем-то не понимают, что творят. Да, такое немножко идеалистическое представление о человечестве, но оно здесь есть. Теперь мы чуть ниже, через несколько минут, я выскажу свою мысль по поводу того, а что, собственно, этим хотел автор-миллионный сказать. но перед этим я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в образе Йоны сводятся, мы находим несколько контрастных аналогий. с кем я предложу четыре сравнения. Четыре. Четыре фигуры из Танаха, с которыми имплицитно сравнивается Йона не в его пользу Йоны. Первый из них это, конечно, Авраам, который просит о Содоме. Мы уже сказали, что явно здесь в подтексте Содомская история. Мы помним, что Авраам просит Бога перед тем, как произносить приговор, проверить, нет ли праведников в этом городе, ради которых этот город можно пощадить. И Бог готов. Там происходит некий торг, описываемый в 18 главе книги Берешит. В результате происходит нечто иное. Бог выводит Лота и его семью из Содома, а сам Содом уничтожает, но Авраам предстатель. Авраам адвокат. Как говорил Чехов, прокуроров слишком много у нас. Нужны адвокаты. Так вот Авраам адвокат. Он не называется в этом тексте пророком, впрочем, в другом тексте очень близком, в 20 главе он таки называется пророком и тоже на него возлагается миссия просить за это. Это один образ. Второй образ это образ Моше. Вспомним историю о Золотом Тельце, когда народ Израиля согрешил и Бог собирается наказать Израиль, уничтожить Израиль и произвести на самом деле эта история повторяется еще в истории с разведчиком. И каждый раз Моше встает и говорит «Я прошу тебя не делай этого». и как бы с одной стороны в ход идет аргумент, согласно которому что скажут другие народы, что скажут другие народы, когда увидят, что ты уничтожил народ, который ты вывел из Игильта. Они скажут, что у тебя нет сил их вывести, но с другой стороны. В контексте этой истории появляется как раз описание качеств Бога, где он называется теми самыми словами, что и в словах Юны. «Эль-Рахум выходун эр-Хапайм в раф-Хесед-Веймэ» и так далее. Более того, в противоположность ее не, Моше просит Бога поведать ему, Моше, свои пути. А когда он просит за народ, то Бог отвечает ему «Я кого захочу того того и помилую». «Кого захочу того и помилую». То есть в этом смысле мы находим очевидную противоположность Моше и Юны. Моше просит за народ, апеллируя вот к этим свойствам Бога и желая узнать его пути, пути милосердия возможно, в то время как Юна убегает от Бога и как раз отрицает его пути и не хочет знать ничего. Теперь следующий персонаж, третий, с которым я сравню Юну в этом контексте, это Ильяу. Надо сказать, что с Ильяу сравнивает еще Медраж, не более не менее, как говорят, что Юна был его сыном. Каким образом? А вот каким образом. Когда пророк Ильяу исцеляет сына, умершего сына женщины, в которой он живет, то она говорит, все, что в устах у тебя это истина, Эмет. А Юна он, Юна Бенамитай. И Медраж говорит, а, Бенамитай, это потому что Эмет, истина, значит, он сын Ильяу. Но дело-то не только в этом, а дело в том, что описывается некая ситуация, отчасти похожая на ситуацию с Юной. В 19 главе первой книги царей Ильяу вынужден бежать от преследований из Эвель, царица Изэвель. И он тоже садится под неким растением, ротом и просит себе смерти. Бог спасает его, не дает ему умереть так же точно, как и Юни. Но что интересно, хотя Ильяу возможно в тексте есть некая скрытая критика в адрес Ильяу, но сам Ильяу из-за чего переживает? Он переживает из-за того, что народ Израиля оставил союз с тобой, разрушил твои жертвенники и пророков твоих убил мечом. Он переживает из-за того, что народ Израиля постигла порча. Из-за чего переживает Юна? Из-за того, что народ Ниневили исправился и был таким образом спасен. то есть мотивация Юны в сущности говоря противоположно мотивации Ильяу. И наконец последний четвертый пример, который я хочу здесь привести, это пример с правотом Ирмияу, тем более, что идея концепта и воздаяния очевидно почерпнута из этой книги. Так вот, в книге Ирмияу неоднократно звучат призывы к раскаянию в отношении к народу Израиля и есть по крайней мере один текст, 36 глава, где читается свиток пророчеств, которые написаны имени Ирмияу и это приводит народ в страх, а царь наоборот с таким презрением относится к этому свитку царь Иоякин, разрывает его на части и сжигает, то есть ведет себя противоположным образом, если сравнивать с царем Ниневи в нашем рассказе. А Ирмияу соответственно есть тоже некая противоположность Юны. Теперь что же из всего этого мы можем подчеркнуть? Что собственно хочет нам автор сказать таким странным посланием? Почему Сирия и народцы, почему пророк Израиля оказывается как раз под перекрестным огнем авторской критики? если мы правильно поняли книгу? В этой связи я бы хотел бы обратиться на несколько минут к вопросу о том, когда эта книга была создана? Можем ли мы это определить? Мы видим, что автор книги очевидно знает рассказы Торы, он очевидно знаком с книгой Ирмияу, книги Влахим, книги царей, он явно позже них. И еще мы знаем, что его совершенно не интересует реальная история. Значит, чтобы датировать тот или иной древний текст, мы должны пользоваться какими-то более или менее надежными параметрами. Наиболее надежным параметром в этой связи является, конечно, язык. Здесь в русском переводе конечно, заметить невозможно. Но каким языком написана книга юных? С одной стороны написано на языке стилизующемся под язык классического библейского рассказа. То, что мы находим книги Барыши, книги Царей и так далее. Но дело в том, что автор выдает себя в целом ряде деталей. Эти детали касаются, во-первых, славарного состава. Он использует слова иногда, которые входят в оборот в эпоху второго храма, хорошо известные либо из поздних книг Танаха, либо из кумранских текстов, либо из текстов на арамейском языке, если это арамейские заимствования. В некоторых случаях это возможно вас удивит. Например, корень шатак, глагол шатак, молчать, он не используется в классической библейской литературе. В классической библейской литературе используется глагол хриш. Шатак это глагол эпохи второго храма и он хорошо знаком нам из раменистической литературы и из арамейского языка оттуда вам пришел. Затем, например, то слово, которое мы упоминали, мана, мина, лимонод, назначать. Сегодня я тоже вы увидите, широко используется. Это корень, который известен нам из опять же из поздних книг Танаха, а также из арамейского языка и раменистической литературы. Какой глагол используется в этом значении классической литературе? Ивкид. Лявкид. Ну, скажем, третий такой классический пример. Царь издает приказ метамамэлях. Слово там никогда в классической литературе не используется в значении приказ. Зато оно используется так в арамейском языке. Есть еще другие термины. Есть синтаксические обороты, которые явно позднего характера. Есть определенные фразеологизмы, которые опять же встречаются только в поздней литературе. Например, Мигдолам от Ктанам, от Велика до Мала. И некоторые другие языковые детали, которые с очевидностью указывают на то, что книга Йоны создавалась в эпоху второго храма, в персидскую эпоху, до греческого. Никаких намеков на греческие заимствования или греческую реалию в этой книге нет. зато то, что царь в третьей главе советуется со своими бельможами от имени царя и бельможами. Это деталь совершенно чужда о сирийской реалии, зато очень хорошо распространенная при персидских дворах. Мы это видим и в книге Истерна. Иными словами, эта книга персидской эпохи, тогда же созданная. И автор использовал образ пророка Иенуи из книги царей для того, чтобы создать этот свой, можно сказать, теологический рассказ, своего рода притчу, теологический рассказ. И что я попытаюсь сейчас в нескольких словах, хотя это и трудно, выразить две возможных идеи, ради которых автор создает свой книг. Одна идея, которая целиком, полностью вложена в наш текст, это идея жалости Бога. Бог жалеет свои создания. Бог-творец жалеет свои создания. Почему это, собственно говоря, важно в персидскую эпоху? Потому что, хотя речь идет о Ниневии, мы можем вполне предположить, что автор таким образом, изоповым языком, обращается к своим соплеменникам. К евреям. Хочет сказать, что даже если Бог жалеет Ниневию, город зла, то уж тем более он пожалеет народ Израиля, народ, который он избрал себе. То есть, это как бы одна возможность. Другая возможность, в каком-то смысле противоположная, заключается в том, что именно в персидскую эпоху мы впервые постоянно слышим о том, что в Танахе, в текстах Танаха, говорится о привлечении Богу Израиля и народцев. Вот сегодня тот, кто молился и читал в Минху текст из книги пророка Ишаяу, на самом деле из так называемого Второй Исаии, где пророк, это 56-я глава, обращается к народцам и говорит, не бойтесь Господь не отделил вас от себя если вы будете служить им соблюдать его завет то он приведет этих людей на свою святую гору и будет радоваться их жертвам домом молитвы для всех народов а вот в этом контексте действительно тогда получается что тот средневековый комментарий который шел по пути такого националистического патриотизма юны в чем-то возможно и попадает здесь в точку юна не хочет спасения Асиды а бог жалеет в том случае если она готова служить ему но опять же это необязательное понимание текста в любом случае эта книга представляет собой единственный случай единственное вот такое описание в Танахе пророка который не понимает на глубинном уровне отношения бога созданные им действительности не понимает и не хочет это единственный такой случай пророк думает создает в своей голове некую парадигму божества и бог и поэтому когда действительность не совпадает с этой парадигмой он пытается убежать от бога и бог ставит перед собой задачу научить ему открыть ему как дело обстоит на самом деле воспринял ли пророк я на этот урок мы так и не знаем потому что книга заканчивается вопросом бога а ответа юны нет и вполне возможно что это и было исходным замыслом автора книги оставить читателя в состоянии задумчивости озадаченности потому что каждый может примерить на себя этого пророка и задаться вопросом о том что бы он сделал на месте юны и как бы поступил и услышал такие слова бога как бы отреагировал вот я здесь поставлю точку и готов выслушать ваши вопросы и замечания по поводу книги которые мы будем читать вот уже меньше чем через неделю пожалуйста ну что я начну по традиции традиции я не знаю традиции у нас вообще говоря на тысячелетие но окей разве нет разве не я начинаю не всегда не всегда и бывает не так но в любом случае как хотите единственное что мы договариваемся о регламенте каждый кто задает вопрос не более двух-трех минут чтобы дать другим трех минут ну конечно после часового рассказа сложно ну хорошо я просто хочу сказать я опять-таки собственно свой конька и спасибо прежде всего за урок и в принципе я в общем-то со всем согласен что в вашей так сказать вот трактовке вот но я попробую как-то может быть это собрать в одно целое вот и немножко в другом плане и включить все все эти толкования как бы в одно вот значит идея такова что опять-таки прагматика заключается в том чтобы научить народ Израиля чему-то сейчас я скажу чему собственно тара это учение и все дальше идет именно по такому же сказать эта прагматика она сохраняется фактически во всей еврейской литературе я считаю значит что здесь значит несколько таких вот моментов яна это значит имя это не птица яна это не голубь а это как в псалме значит там имеется ввиду наинин те кто так сказать значит вот гордые люди короче меня слышно да слышно вот значит из этого следует такое вот как бы толкование яна он действительно пророк он все хорошо знает он действительно вот по такому толкованию его можно принять что он знает что Ассирия поработит значит захватит Израиль все это понятно все единственное чего он не принимает как бы сказали это план Всевышнего то есть значит что то что есть Ассирия то что она должна быть именно такой какой она и должна быть то есть этого иона как бы не принимают он хочет как бы участвовать вот в день Всевышнего и вместо того чтобы просто подчиняться его приказ это его гордость как бы проявляется остальное тут как бы значит конечно это просто урок тому что значит Всевышний как бы с одной стороны он задним числом то есть сам текст уже не Всевышний а сам текст показывает что почему евреи были наказаны почему Ассирия захватила его это объясняется с точки зрения что значит вот сопоставляется конечно что вот этот народ сделал шву а вот вынесли иона должен был бы если бы он был правильное его поведение вне его гордости должно быть таким то есть он говорит значит Неневее что будет и она делает шву а потом зная что Ассирия может значит захватить Иерусалим он идет к евреям и говорит им то же самое да то есть вы должны сделать шву Эмиль в чем вопрос вы же не можете заменить собой я извиняю но вы не можете заменить собой лектор у нас нет двух лекторов в чем мой вопрос и мое толкование верно вот и все очень простой смотрите Эмиль трудно сказать что верно а что неверно тем более в такой в такой многоплановом когда речь идет о таком многоплановом тексте я не стану опровергать ваше толкование оно вполне имеет право на существование как любое другое единственное что я скажу что все-таки имя Йона обозначает именно голод это одно из тех имен которые как бы даются по названиям животных имеет древнее тотемное значение слово Йона которое вы имели ввиду скажем Хэрэв Йона это другой глагол другой корень который обозначает нанесение обиды но это другое вот в любом случае любое любое толкование если оно достаточно обоснованно имеет право на существование я хотел бы я вижу что пришел вопрос в чате что значит в данном случае что жители не могут отличить правой руки от лепли это такое парадоксальное утверждение буквально смысл которого что они отличают добро от зла а добро от зла они не отличают ну вот например в книге Мишлей есть такая в книге Коэрэд которую я надеюсь мы обсудим есть такое выражение сердце мудрого справа сердце глупца слева в Танахе как не только в Танахе в древних многих культурах правая сторона это сторона чего-то правильного и хорошего левая сторона это сторона чего-то дурного и неправильного значит так что судя по всему яйца это притом это создает некий парадокс ведь как раз таки из текста Кингийонны проистекает что они способны понять способны понять так ведут себя моряки на корабле так ведут себя жители самой Ниневии но как будто бы нам хотят сказать что даже если они не способны отличить добра отзыва как маленькие дети я все равно я их жалею не хочу их уничтожать даже если они в принципе не понимают что такое совершение зла и делают его совершают его и не понимают что это делать нельзя так что возможно здесь имеется ввиду именно это еще вопросы пожалуйста есть ли еще вопросы народ есть ли вопросы если пока думают я замечу то что вы сказали и она в семиотике различается значение и смысл не только в семиотике а вообще значение вы правы значение оно такое но в том то и все и дело что как правило все книги еврейские они используют имена с определенным каким-то смыслом и вот смысл это такое а значение и она это да это птица а смысл вкладывается я думаю это соответственно органики толкования мне представляется это спорным но окей хорошо есть еще вопросы господа и дамы я думаю что народ думает в смысле думает до следующего раза хорошо если вопросов пока нет то мы здесь поставим точку тем более что нет произнос после поста вот теперь вопрос действительно к присутствующим следующая неделя это Йом-Кипур там естественно нет занятия а потом будет неделя Сукот и это попадает на Холе-Муэд Сукот хотим ли мы устроить занятие вечером в понедельник в Холе-Муэд Сукот и поговорить о Куни-Койле Дима я думаю я думаю что мы это обсудим в Телеграме хорошо я дополнительно хочу сказать это более-менее ложится на то что ты сказал тем кто присутствует ну как бы вот тут Шлома Кольяков есть Боря Юсин был по-моему ушел ну неважно может быть люди в записи если я я понимаю что вы пришли через чат общины Маханайма я не буду в Маханайме ну просто потому что это как бы не принято не буду там постить записи поэтому если вы хотите получать как бы Иткуним сообщение про лекции доктора Капельевича дорогого Димы Давида либо вообще в курсе современная и вообще еврейская философия кроме Димы есть еще Нехама Нехама Симонович по поводу монитор и по-видимому будет чатворкинг подпишитесь на чат современной еврейской философии спросите у меня я вас присоединю все окей и там же будут записи ну вроде бы все хорошо спасибо всем большое спасибо всем счастливо до свидания пока